Каждое утро ровно к 7.45 Валерий Грачев готов к работе. Белая рубашка, галстук и китель. Все идеально выглажено, приведено в порядок. К работе отношения такое же требовательное. Все должно идти четко и гладко. И неудивительно, что в 64 года Валерий Грачев остается востребованным специалистом в своей сфере. Всю жизнь он проработал в органах внутренних дел. Подтверждение профессионализма, многочисленные награды. Это почетная. Я с Чечени, когда прибыл, меня наградили грамоты министр внутренних дел. Грызлов тогда был. Наградил почетной грамотой. Потом параллельным следом наградили кортиком, холодным оружием наградили. А следом за это же Чеченью мне дали очередное звание полковника. В годы службы, студенчества и работы довелось поездить по стране и даже миру. Про службу он проходил в рядах советской армии в Германии. Затем был юридический институт в Харькове. А потом командировка в Чечню. Многочисленные фотокарточки хранят драгоценные моменты из юности. Здесь пара улыбающихся парней работают в строеотряде. А на этой уже мужчина находится в командировке в Чечне. Но с особой теплотой Валерий Грачев рассказывает о своей семье. Это внук у меня. Заканчивает академию. Он тоже пошел. Да, академию заканчивает. Нижегородскую. Отличник, между прочим, учебы. Отличник полиции уже. Вот Юрий звать его. Год ему остался. Не только внук пошел по стопам Валерия Грачева. Дочь и сын окончили юридический факультет МГУ имени Огаревым. После университета решили окончательно переехать в Саранск. Жена осталась в Пензенской области. Каждые выходные Валерий спешит к ней. Уверен, после вынужденной разлуки отношения стали только крепче. Впрочем, общий язык он легко находит не только с близкими людьми, но и с незнакомцами. Коллеги по цеху говорят о нем только хорошее. Ну, как человек, он простой человек, общительный с ним. Можно поговорить на любую тему. И он постоянно разговаривает, например, на те темы, которые во всех вопросах он, как говорится, компетентен. И можно на любую тему с ним разговаривать, и любой вопрос он может ответить. Сейчас Валерий Васильевич контролирует работу гостиничного комплекса и ателье. Следит за тем, чтобы все работало как часы. Без перебоев с электричеством, водой и теплоснабжением. В общем, решает все хозяйственные вопросы и встречает гостей из МВД, которые приезжают в командировку. На работу с удовольствием ходим, работаем, нравится. Иногда ждешь понедельник, вторник, планерка, планерка. Интересно, общение с людьми, дальше что-то сделаешь. Допустим, ложишься вечером спать и думаешь, как хорошо. Сегодня я что-то сделал такое полезное для МВД, для базы своей, что-то сделано. Ну, приятно. Несмотря на большую ответственность и широкий круг обязанностей, работу свою Валерий Грачев любит. Стаж у него большой, сразу после университета начинал следователем, а в 57 занимал должность заместителя начальника по следствию. Три года был на пенсии, но не смог усидеть на месте, и поэтому при первой же возможности вышел на работу снова, уже на другую должность и в другом городе. Говорит, что отдых в несколько лет заставил его только скучать, и лишь на работе он вновь почувствовал себя молодым. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости. Спасибо.